Всех приветствую, всем добрый вечер еще раз И сегодня мы будем говорить о технологии, которая набирает серьезные обороты и идет вперед Как всегда, очень-очень уверенными шагами И те, кто еще наблюдает за нами или подсматривает щелочку Как знаете, один из коллег в одном из наших прекрасных городов России Где-то в интернете нашел о нас статью какой-то диванный деятель Называется он «Прищуривавшийся» Он везде прищурившись, подсматривает щелку за банковской деятельностью За какой-то новой технологией, за все, что выходит на рынок Он, прищурившись, дает свое мнение И вот один из коллег в таких транспортной структуре Нашел этого прищурившегося И говорит, ну вот Владислав, видите, прищурившийся и имеет свое мнение Поэтому очень много прищурившихся таких, которые имеют свое мнение Тем прищурившимся и всевозможным там деятелям Нужно поднять одно место с дивана Поехать в Мариную горку И там полностью пощупать, потрогать и понаблюдать За всем тем, что происходит именно в Мариной горке В нашем демонстрационном центре Именно с технологией И это наш центр продаж, можно сказать так И будет все в порядке Хорошо, едем дальше Анатолий Эдуардович Юницкий Это именно тот человек, который, я бы сказал так Отец технологии, основатель технологии И тот человек, который действительно делает свое дело Ведет технологию И очень хорошо это делает Довольно-таки успешно И я считаю, что перспективно на ближайшие 50-100, а то и 200 лет Вот сейчас включился фейсбук Опять вижу Извините, ютуб Как со звуком в ютубе? В ютубе хорошо со звуком? Напишите в чате, я увижу потом Анатолий Эдуардович Юницкий Прекраснейший человек, светлый Мы с ним общались Вот последнюю поездку Инженер, еще раз покажу эту Инженер, попросили меня коллеги Показать на следующем вебинаре ссылочку Видимо, не знаю Пропустили, кто-то пропустил Или не смогли найти Еще раз показываю Книга инженер Владимир, да Спасибо, Владимир Хороший звук Все, прекрасно Большое спасибо, Владимир За обратную связь Инженер Книга инженер Вот внизу ссылочка Вы можете потом ее скопировать Или переписать на бумагу Зайдите по этой ссылочке Ее там еще можно заказать Она еще есть И на сегодняшний день Она есть на английском языке Она есть на английском языке Вот последние поездки И последние посещения Марина, спасибо тоже Посещения Анатолия Эдуардовича Я попросил у Анатолия Эдуардовича Три экземпляра для иностранных партнеров Прекраснейшая книга Советую иметь на своей полке В другом арсенале тех Той литературы, которая у вас есть Надеюсь, она еще осталась Те, кто читает книги Я, например, читаю И у меня память зрительная То есть зрительная И мне нужно читать Я много читаю Поэтому у меня У меня все книги По именно нашей технологии есть Рекомендую Ни в коем случае Это дело каждого И каждый решает сам Это аннотация на обратной стороне Прекрасная книга Рассказывает она очень многое И в этой книге я очень хорошо Познакомился с родителями Анатолия Эдуардовича И прекрасно теперь понимаю Что они заложили все-таки В этого ребенка многое Не говоря уже об учебе в институте И в его стремлении К тому Что он сейчас делает То есть это стремление было Не только В институте Но она была заложена В эту душу изначально То есть душа пришла на эту землю С этой программой С программой реализации И с запуска новой технологии И конечно же Вот это все прослеживает Те кто понимают о чем я говорю Это все прослеживается Вот даже По ходу Вот в действии В записях В всевозможных журналах Которые печатались В всевозможных газетах Все что печаталось Позитивное и не очень Немножко приукрашенные И так далее Но тем не менее Все это было Пущено энергетически И все это было Как это Знаете как Не съедено А проработано Вот так пространством Но тем не менее Спасибо Антону Ладычу Что он все-таки Все это перешагнул И получал почетные грамоты И свидетельства И делал свое дело В плане чертежей И рисунков И всевозможных Посланий Которые приходят ему Обрабатывая их И Как это Знаете Внедряя На сегодняшний день И сопоставляя С той ситуацией Которая Сейчас происходит Что он в принципе И делает На сегодняшний день Получая Всевозможные Энергетические Вещи В Экотехнопарке Он кстати Восстанавливается Там очень хорошо И я был В последней поездке Удивлен Он Антон Ладыч В очень хорошей форме Физической Прям в прекрасной форме Физической И Надежда Геннадьевна тоже И конечно Спасибо Надежде Геннадьевне Потому что она Очень хорошо Его поддерживает Но И Антон Ладыч сам Тоже так Не плашает Он Еще фору Дал Нам В понимании И вообще В мысленнее Процесса Под вечер У нас голова Уже кипела А у него Еще Была голова В рабочем состоянии Я в этом плане То есть Работоспособность У него колоссальная Для тех Кто не знает Меня И для тех Кто будет Первый раз Смотреть Меня зовут Волков Владислав Технический университет Я закончил Когда-то Инженер Механик По образованию И Именно Руковожу Направлением Sky World Community Именно Юницкий Я бы так сказал Что Рассказываю И показываю Насколько прекрасна Эта технология С 2015 Года Но Я уже В предыдущих Вебинарах Говорил Что О технологии Я узнал В 2011 Году Но тогда У меня не перещелкнуло Тогда эта информация Ко мне поступила Но Перещелкнула Она у меня Только В 2014 Но тем не менее Дело свое Сделало То есть Трансформация Видите как Происходило Долго Да Но в 2011 Году Когда мы Приглашали Жака Фреско Те кто Знает Проект Венера Он приезжал В Санкт-Петербург Можно набрать Санкт-Петербург Проект Венера 2011 Год Это была гостиница Октябрьская Он приехал Со своим Проектом Мы его Приглашали Лариса Артамонова Ирина Волкова Я и еще Организаторы Мы Приглашали Его Для того Чтобы реализовать В России Проект Венера Где была Ресурсосберегающая Экономика Направления И его дома Его дороги И так далее По разным причинам Это не произошло Но тогда Именно на этой конференции В 2011 Году Ко мне молодой человек Подошел И тогда он сказал Что Вы знаете О такой технологии Вот Skyway Юницкий Стринг Технологи Тогда я О ней Не знал Но в тот момент Как раз узнал Спасибо ему большое Антоний Дородович Всегда В последнее время Говорит Очень много Цитат И выражений И они становятся Такими Очень Матерыми И я точно С ним согласен Что Технология Юницкий Стринг Технологи Это система Система Именно В которой В себя Включает Такие основные Я бы сказал Так Концепт Надземной Транспортной Системы И не имеющие Аналогов В мире Это точно Не имеющих Аналогов В мире И я это Именно Этому Убедился В последнем Разговоре С представителями Российских Структур Всевозможных Железных Дорог И автомобильных Дорог И вообще Система Транспорта Наших Двух Крупных Городов Где они Именно Не могли Найти Де Юра Определение Как же Ну как такового Струнного Транспорта У них Де Юра Определение Они в законодательстве России Но не нашли его Канатные Дороги Есть Фаникулеры Есть А как Квалифицировать Именно Струнный Транспорт Не нашли Поэтому Вот на сегодняшний день Мы обратились Именно К федеральному Законодательству О внесении И составили Такую петицию Очень серьезная Была работа Проведена Спасибо большое Владимиру Маслову И нашим коллегам Франтишику Солару И Алексею Дьякову Алексеев Дьяков Тоже в этом Участвовал Очень много И мы Написали Такую Ну такую Короткую Можно сказать Если так Можно сказать Бумагу Которая была Отослана Уже отослана В определенные структуры Зафиксирована И Законодательно То есть Закрепиться Чтобы нам Законодательно Закрепиться С пониманиями Что же Такое Является Струнная Структура Струнная Струнная Транспорт Юницкого Потому что Как такового Понимание Это новое Я к чему Это потому что Система Новая И никто Не имеющий Аналогов В мире Не говоря уже О юридике Да Вот Прекрасная Фотография Она мне Очень нравится 1887 До Года Где как раз Видно Видимо Видна Наша Структура Путевая Ну не наша Подобие Такой Путевой Структуры Это тоже Непосредственно 1920 года Фотография Где Я ее много раз И ту и другую Фотографию Показывал Но они мне Очень нравится Потому что Они Вживую Отображают Именно Основу Путевой Структуры Где Заложены Именно Эти две Составляющие То есть Анкерные Опоры Наверху Над землей Земля Остается В первозданном Виде Но тем не менее Перемещение Идет Над землей И здесь Тоже На Тросах Тросы У нас Заложенные В нашу Путевую Структуру Тоже Тросы Те кто Знают Старички Наши Новенькие Дальше Антон Ладычу Большое Огромадное Спасибо За его Физическое Состояние За форму И вообще За то Что он Эти все Года Продвигает Неустанно Эту технологию В нем Заложен Такой Потенциал И я Предполагаю Что Пространство Дает ему Энергию Именно Для реализации Этой Именно Технологии Ему И для Идей Конечно Потому что Очень колоссальное Количество Чего Уже Сейчас На сегодняшний день Под Видоизменил Мы очень много Говорили Очень много Чего Переговорили Я конечно Восхищен Всем этими Вещами Но их Нужно В ближайшее Время Будет Делать И Ресурс Для этого Есть Ресурс Для этого Есть 2001 Год Мы помним Да Прекраснейший Наш Дедушка Ю21 Обращаем Внимание Здесь Не на Колеса Не на Зил А на Путевую Структуру Здесь Мы отработали Именно Здесь Мы отработали Путевую Структуру Эти цифры Которые Мы получили Здесь И те Дипломы И те Награды Они как раз Показали О том Показали То что Путевая Структура Жизнеспособна Жизнеспособна И естественно Эти цифры Мы использовали Вот и В нашем Строительстве В экотехнопарке Конечно Они уже Они во всяком Случае Нам помогли Для того Чтобы Улучшить Улучшить Составляющие Вот так я скажу Реальные фотографии Действующих Моделей Транспортных Средств На сегодняшний день Это Для тех Кто будет смотреть Первый раз Это реальные фотографии Из Мариной горки Беларусь Это наш Демонстрационный Сертификационный Центр И левая Верхняя фотография Это Тропический Тип Той машины Которая была Изготовлена Для Арабских Эмиратов И она находится Сейчас там И катается По провисающей Путевой структуре Она перемещает Уже Законно Перемещать Может Именно Посетителей И я Так предполагаю Что те Партнеры Которые Изъявят Желание Именно Проехаться А я думаю Что такие Будут С Экспо Будут Перевезены Перевезены В Шаржу Именно там Они будут Щупать Пробовать Проезжать Именно на этом Виде транспорта Он Прекрасен Внутри Для тех Кто еще Не сидел И не был Внутри Он великолепен То есть Настолько Великолепен И классно Сделан Что Сердце Радуется Сердце Радуется Качеством Изготовки И Вообще То что Мы Это Можем Вот так Я бы Сказал То что Мы Это Можем И то что Мы Это Сделали Сами На нашем Предприятии Я об этом Еще скажу Для тех Кто Первый раз Предприятие У нас Есть Это Машина Сложная Она Очень Сложная Не только Я бы Сказал Так По Я бы Знаете Так Скажу Не буду Вдаваться В подробности Она Сложная Внутри По Начинке Потому Что Те Климатические Условия В Арабских Эмиратах Пыль Песчаные Бури Жара 60 Градусная Эти Составляющие Она Выдержала То есть И Электро Оборудование И Умное Зрение И Вся Система Обдува И Система Кондиционирования И Вообще Система Вся Торможение Слежение И Вся Гидравлика То есть Все Сработалось Вот За все Это Время Испытания То есть Машина Довела Повела Себя Достойно Очень Достойно При нагрузках При серьезнейших Ее нагружали И То есть Прокат И прогон Прошел Достойно То есть Машина Оказалась Очень достойной И я Вот этому Очень рад Туда Сказал Что Ни одного Сбоя Практически Не было Потому что Основные Моменты Уже Основные Моменты Мы Отрегулировали В нашем Экотехнопарке То есть Те Машины Которые Мы прогоняли Я был сам Лично свидетелем Вот Александр Приветствую Всем привет Из Германии В Ютьюбе Приветствую Александр Те машины Которые мы Прогоняли В экотехнопарке Я был В Марьиной горке Беларусь Я был сам Свидетелем Когда мы приехали С коллегами Очередные коллеги Которые Воочию Изъявили Желание Посмотреть Тогда У нас Не получилось Проехать На Юнибусе Который Ездил Туда Сюда Именно По путевой Структуре Это была Путевая Структура Легкая Путевая Структура Он был Полностью Нагружен Внутри Мешками С песком То есть Там Был Перегружен Даже Я бы Вот так Сказал Когда Двери Открылись Я говорю Ух Ничего себе Это что Такое А почему А с чем Это У меня сразу Куча вопросов Как инженера Как человека Ну Он говорит Вот так Мы нагружаем Даже Перегружаем И он Получается Денно И ночно Наматывает Эти круги Туда Сюда Туда Обратно Обратно Вот о чем Речь идет То есть И отрабатываются Те Негативные Моменты Которые Вылазят Поэтому Когда Коллеги Наши В девятнадцатом Году Пять тысяч Человек Партнеров Которые Приехали Иногда Они слышали Какой-то Шум Иногда Они слышали Где-то Что-то Там Ну Это нужно понимать Потому что Во-первых А Машина Не доизолирована Полностью Потому что Она полуоткрытая Это тестовый вариант Который Делает прогон И дорабатывается Ну Чтобы Простите Инженерам Было легко Дойти до того момента И Что-то изменить Там Это первое Второе Путевая структура Еще Тоже Дорабатывалась И Некоторые моменты Часть Путевой структуры Залито Была Нашим бетоном Часть Нет Для того Чтобы понять Как ведет себя Трос Как ведет себя Путевая структура Как вообще Ведет себя Рельс Понимаете То есть Все это Отрабатывалось И мы теперь Имеем колоссальнейший Опыт Как нужно Как правильно Делать Это очень важно И это осталось За спиной Все эти моменты За спиной Они невидимые А колоссальная Работа Сделана И это Очень важно Для понимания Поэтому На этом слайде Мы видим Как раз Те путевые Структуры И те машины Которые отработали И которые Проработали И отлаженные И на их Именно почве Мы теперь можем Полностью Делать дальше Заказные Образцы Заказываем Трехсекционные Пятисекционные Одна секционная Машина И так далее И там подобное То есть полностью Весь парк Готов И спасибо большое Нашему предприятие Нашему предприятию Это легкая Структура Структура Или флексивный Такой Это на голландском Извиняюсь Это провисающая Путевая структура Именно с этой Путевой структурой Она кстати Очень Востребована Почему? Потому что Именно эта Путевая структура А В априори Она По деньгам По строительству Проще И легче И дешевле А второй Немаловажный Факт Что мы От анкерной Опоры До анкерной Опоры Можем шагнуть На большое Расстояние Что очень важно И для наших Крупных городов Как Москва Так и Санкт-Петербург Потому что И та и та Столица У нас Находится На воде То есть И Петербург Имеет Неву С расстоянием Почти километр Да Там 800 Самая маленькая По-моему Мы со специалистами Там смотрели 700 метров В основном 900 950 километров Также и Москва Река То есть Шагаем С одного Берега На другой Это очень важно Именно с этой Путевой структурой И у нас есть Еще четвертая Путевая структура Вот как раз На этом слайде Вы видите Вот она Треугольная Такая Анкерная Опора Это легкая Путевая структура Это Калтюбинговая Труба Калтюбинговая Труба Это вот такой Красивый Юнивин Двухместный Он на сегодняшний Двухместный Этот Юнивин Может преобразовываться И для лыжников Там он может быть Чуть-чуть Видоизменена Сама кабина Под лыжи И так далее И я так предполагаю Что до четырех человек Вместимостью Это вероятно То есть Это легкая Путевая структура Которая Очень Такая У нее Я бы сказал Такое главное Преимущество Простота Дешевизна И я бы Так сказал Что действительно Ее можно Возвести В любых Условиях Потому что Вот вы видите Анкерную опору Такой Полукруг Да Она такая Легкая Изогнутая Легко Монтируемая И в принципе По Ценовой Составляющей Тоже Доступная Я бы вот так Сказал И самое главное Что в труднодоступных Регионах Она конечно же Легко Монтирована Вот Вот эти Арочные Образцы Где вы сейчас Видите Стрелочками Здесь как раз Показано То что Мы перешли Уже Это наш опыт Уже теперь Мы перешли На болтовое Соединение Как показала Практика Вот в жарких Странах И вообще Из истории Если взять Петербург Да наши все Мосты Это болты И клепки Не зря Наши деды И прадеды Клепали И все делали На болтах То есть получается Болтовое Соединение Она все-таки Имеет место Быть в лучшую Сторону Поэтому вот Именно Это Санта Барбара Ее так называют Между собой Инженеры Потому что Если посмотреть Внутрь То она Получается Арочный Такой вариант Для тех Кто помнит Этот сериал Санта Барбара Он начинался Всегда С этого момента Так что Это Санта Барбара Составляющий Для этой путевой структуры Я спрашивал Анатолия Владимировича Анатолия Владимировича Почему мы пятую Шестую И седьмую Не доделываем Он сказал Тогда Такую фразу Что Владислав Все составляющие Заказаны Но в связи Но в связи с тем Что на сегодняшний день Чуть-чуть Притормозилось Где-то Запоздание И так далее То есть Все сместилось На энное Количество Времени Все заказы Все проплаты И все Все сопоставляющие Моменты Сместились И все получается Все составляющие Приходят Намного 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 Позже А некоторые И там Очень важные Моменты Перенеслись На энное Количество Времени На следующий год И так далее Но тем не менее Доделается То что Заложено И то что Запланировано Доделается Потому что Составляющие Проплачены Просто у заводов Которые поставляют Допустим Кабель Бекард Они не получают В должном Должном Количестве Металл На сегодняшний день Потому что Вся Мы очень Как мы Как не крути Как не смотри Как не желай Все равно Та мировая То мировое Состояние Которое сейчас есть Вообще Все мы прекрасно О нем Знаем о чем Я говорю Оно влияет На всех И везде То есть От этого Никуда не денешься Самое главное Что мы идем И идем Уверенными шагами Вперед Вот это главное И то что Сроки чуть-чуть Сместились Не страшно Самое главное Что это сделано Заказано И уже Будет Производиться В тот момент Когда Все составляющие Соберутся В одну кучу Я уже говорил О том Что мы Имеем возможность У нас Своя система Токосъема Я сейчас повторюсь Мы снимаем Ток Посредством Колесо рельс Да Колесо рельс За счет того Что Дальше я скажу За счет того Что у нас Плоская Головка рельса Плюс Мы имеем Естественно Защиту От тока Поражения И путевая Структура И сам корпус И непосредственно Еще и балки Внизу Ну и непосредственно Колесо Это тоже наша Проработка Такая Колесо Имеет Вот такое Вот вы видите Красным На слайде Это как Как каучук Как резина Да Но резина Очень прочная Очень прочная Она же Она что делает Она смягчает Ход Тем самым Шум У нее Убирается Шум И Тем Самым Плавность Хода Улучшается И вообще Показатели Улучшаются Но резина Сама по себе Она очень прочная Очень прочная И у инженера Я сейчас не помню Когда это было Я спрашивал Ну все таки Резина же Все как бы Он сказал Не 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 Лайслав Это нанотехнология Это резина Прочнее чем металл Вот Плюс Изоляция Изоляция Апробированная Все это Прошло Тест В экотехнопарке В маленькой горке Вот соответственно Вы видите Нижнюю часть Под потолком Она тоже Изолированная Да Потому что Тысячи вольт Направо Лево Тем не менее Все прошло Апробацию То есть Все это прошло Мы все это испытали Это наша технология Запатентованная И это наша Наш такой конек Такосъем Да Помним мотор Помните Это первый мотор Это самый Мотор колесо Я бы вот так сказал Мотор колесо Да Спасибо Вот пишут В интернете Здесь В ютюбе Бонжур Атьюа На французском Пишут Бонжур 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 Разнести Мотор отдельно Колесо Отдельно И тормозную часть Отдельно Это было правильное решение Потому что Во-первых А Мотор у нас Увеличился В киловаттах Да Стал 60 Киловатт И киловатт И Еще дополнительно Мы ушли От Колебаний Ударов И вибраций Что улучшило Показатели На порядок На порядок Это Как раз Вы видите Машина Юниконт Юниконт Изготовления Для тех Кто В априоре О преимуществах Стальных колес И в априоре Кто задавался Вопросом Задавались Вопросом РЖДшники На последнем Нашей встрече О том Что Насколько Насколько Эффективно Наше Колесо По По Прохождению По рельсу Вот так Я бы сказал И Тогда Я им привел Вот этот слайд Где узкая Зона Контакта У Железной Дороги И зона Контакта Широкая У нас Именно У нас А вот Традиционное Железное Колесо Где Вы видите Зона Контакта Такое Пятнышко Маленькое А у нас Конечно Преимущество Налицо И вообще Мы другие То есть Наше мотор Колесо Наше колесо И колесо Рельс Совершенно Другое Потому что Мы в априоре Другой вид Транспорта Где мы передаем Через колесо Рельс Мы передаем Именно Происходит Такосъем Я бы вот так сказал Не буду вдаваться Подробности Потому что Это целая Инженерная Такая Лекция По этому Части Потому что Она очень Интересная Да Анатолий Эдуардович Вместе с Надеждой Геннадьевной Тоже Очень много Во-первых Спасибо большое Надежде Геннадьевне Она конечно Очень красиво И очень Элегантно Так поддерживает Анатолий Эдуардович Во всех Его начинаниях И Анатолий Эдуардович Конечно Большое Большое Ему Спасибо за то Что он Держит себя В таком В строю Да В строю И понимает Что Именно Физическое Состояние Даст ему Возможность Выйти на Те позиции И даст нам Возможность Выйти на те Позиции На которые мы С вами Сейчас планируем Выйти И он Конечно Еще раз Повторюсь В хорошей Физической форме Меня это порадовало И коллег тоже Франтишко Солар И Владимира Маслова Поэтому Когда В следующий раз Или в ближайшее время У вас Получится Такое Будет такая Возможность Пожать Анатолию Радычу руку Или пожелать ему Здравия И хорошего самочувствия Не стесняйтесь Я всегда это делаю И он Это принимает Потому что Всегда Такой Живой посыл И Благой посыл Он чувствуется Поэтому Желаем Анатолию Радычу И Жмем руку И желаем ему Здравия И благого Для того чтобы Хватило сил На все Силы Конечно Он набирается И от нас тоже От нас От партнеров И вообще От поддержки Которая происходит От партнеров И вообще Если честно То при каждой встрече Анатолию Радычу никогда Не забывает Он всегда говорит Большое Большое Огромадное Поклон И спасибо Партнерам Спасибо партнерам Потому что По идее Коллеги Это единственный Единственный На сегодняшний день Ну Грубо говоря Так Единственный Потому что Есть еще Единственная Составляющая Основная Я бы вот так сказал Да правильно Составляющая Основная В помощи Строительстве И все что происходит Сейчас По технологии То что Технология растет И то что технология набирает ход И набрала ход Такой который сейчас есть Это Конечно Заслуга партнеров Быстренько пробегусь Вот Инотранс 2016 Помните Это для тех Кто Будет смотреть впервые Для того чтобы Исторически сложилось Наше И вообще понимание Как мы шли И что мы делали Инотранс 2016 В Берлине Это та выставка Которая проходит Это транспортная выставка Которая проходит Раз в два года Вот первый раз Мы участвовали В 2016 Году Две машины Мы туда привезли И наш мотор Колесо Первое наше мотор Колесо Не все так было Просто тогда Присутствовали И тогда Помогали нам Вот вы видите На самой нижней фотографии Это Рот Хук Из Австралии Да Бывший вице Бывший вице Бывший министр транспорта Вот так я бы сказал И Виктор Бабурин И Михаил Кириченко Ну еще плюс Партнеры помогали Все Многие наши Вот Не все так было Просто Но тем не менее Раз в два года Проходит Эта выставка И следующая выставка Будет В 2022 году Она перенеслась Должна была В 2021 году В этом Но в связи В связи с сегодняшней Ситуацией В мире Она перенеслась На 2022 год Вот так И для тех Кто будет смотреть Первый раз Новички Тогда Именно на эту Первую выставку Потому что она была Очень важна Для нас Мы торопились Мы делали Вот этот Юнибайк Двухместный Да И вторую машину И вот вы видите На правой нижней фотографии Анатолий Градович И Сенкевич И стоит цифра 45 Каждый день Менялся Менялась эта бумага То есть 45 дней Осталось До выставки 44 43 42 Шел отчет По дням Это Очень было важно Потому что Представляете Какой был стимул У всех Тех Кто делал Эту выставку И кто готовился К этому выставку Вот Валентина Полякова Пишет Здесь и сейчас Желаем здравия И процветания Анатолия Градовича Да Для реализации Всех его грандиозных идей Всех Валентина Правильно Валентина пишет В Ютубе Всех И наших тоже Друзья Потому что Спасибо нам тоже И вам Валентина Потому что Мы поверили в эту технологию Она как-то к нам В сердце влеглась И мы поняли Что И этой технологии быть Этой технологии быть Потому что Она меняет И полностью Все В транспорт Не только в транспортном направлении Но и в экологии Да и вообще Во все В городах И в дальнейшем Вот Потом Если И те кто помнят И те кто А старички знают Инотранс 2018 Тоже был фурор Почему? Потому что Мы там показывали Нашу Наш флагман Я бы вот так сказал Высокоскоростную машину Юнибус Юнибус Высокоскоростной Технология Набрала Набрала Очень серьезную силу Это очень хорошо Это очень хорошо Вот Очень много было Других выставков Выставок Мы показывались Не только в Индонезии В очень многих странах В Индии Алексей Суходоев Ездил тогда Москва Тоже мы выступали Два раза в Москве Мы показывались И тогда На последней выставке Вот вы видите Левую фотографию Где Сергей Сибиряков Медведев И министр транспорта И тогда Медведев Тогда сказал Что помнит он Эту технологию Очень лестно Она сказала О том Что мы все таки Все таки Вышли на производство Вот так Очень хорошо Помним 29 ноября 16 года Это был фурор Когда Юнибайк Первый Наш двухместный Маленький Юнибайк Поехал Обращали внимание Очень часто Мне на эту фотографию Когда Путевая структура Очень низко Над землей Трехметровые Анкеры Промежуточные опоры Это было сделано Исключительно Специально Для того Чтобы техническому персоналу Было очень легко Обслуживать Ну и вообще Полностью протестировать И Просмотреть Простите Даже путевую структуру На предмет поломок На предмет исправления Это было очень легко В монтаже Было легко Очень Поэтому так и было сделано Это было правильное решение Потому что даже Те головки Крепления На каждой промежуточной опоре Они все равно Дорабатывались Для того Чтобы четко Когда наш Юнибус Или Юнибайк Проходил Через эти промежуточные опоры Ни в коем случае Нигде ничего Не задевало То есть И это отработалось И это отработалось И спасибо Нашему Экотехнопарку Потому что Все мелочи Которые Нужно было Доработать Они Проработались Именно там И естественно Огромадный Такой большой плюс Что у нас есть Свое производство Оно небольшое На нем работает Более ста человек Но тем не менее На этом Да Марина Киргирина Пишет Удивительный проект Особенно энергетика Все что с нами Связано Да Марина Приветствую вас тоже Да Все действительно Так и есть Этот завод Уникальный Почему Потому что Он действительно Делает тот Инновационный Вид транспорта Но который нигде Не производился И конечно же Большое Огромадное спасибо Вот на левой Верхней фотографии Вы видите Юрия Сенкевича Колоссальнейший Я бы так сказал Энциклопедия Ходячая В этом плане Да Инженерного Плана Потому что Очень Такой Грамотный Инженер В свое время Те кто знают Ее мобиль Прохорова Это электромашина Которая Действительно Выпускалась В России Это был Олигарх Прохоров И Такую машину Они машины Такие выпускали И вот Как раз Сенкевич Был руководителем И именно Занимался Производством Этих машин Именно выпуском Этих машин И это было Очень приятно Почему Потому что Высокого класса Специалист И знающий Все мелочи Почему у нас Некоторые моменты Пошли очень быстро И хорошо Я имею ввиду В плане Всех составляющих Красоты Вида Нам на завод Для того Чтобы мы Отремонтировали Его Е-мобиль Вот так Который он Когда-то Купил Электромобиль Первый Электромобиль Был у него Он у него По каким-то причинам Сломался Но тем не менее Вот Я к тому Что состав Именно вот в этом Я бы так сказал Знаете Это не завод Это все-таки Не предприятие А такое Специально Конструкторское Технологическое Бюро Бюро С опытным Производством Вот так Где происходит Выпуск Комплектующих Деталей Устройство Компонентов Все равно Потом Тестирование Тут же На предприятии Всех электронных Узлов Механики И так далее И испытание Промышленных Образцов Уже И непосредственно На В Мариной Горке Конечно же По ходу По ходу Когда мы Шли И понимали Что от партнеров Зависеть Ну просто невозможно Приобретались Конечно же Дорогостоящие Станки Вот вы видите Лазерный станок Мы Купили И Три станка Акума И эти станки Очень Такие Высокоточные Высококлассные Которые Миллиметр В миллиметр Вот вы видите Внизу болванка Алюминиевая болванка Из этой Алюминиевой болванки Как раз Этот станок Посредством программы Выполнял Выполнил Вырезал Если кто-то видел На ролике Льва Льва Очень достойный Красив Красиво Оцифровывание Нашего вида Транспорта Идет полным Шагом БИМ Технологии Наши инженеры Используют И мы не можем Это Не предоставить Инженерам Потому что Это 3D И 4D И 5D Моделирование В нашем виде Транспорта Это просто Необходимо Не говоря уже О The South Systems Я сам был Воочию На предприятии Вживую Видел Когда инженер Изменил Параметры Я уже говорил Неоднократно Тем не менее Повторюсь Мы были Вот вы видите В красном галстуке С очередным Человеком Из Санкт-Петербурга В поездке В Минск И в посещении Вот Экотехнопарка Завода И конструкторского бюро И прямо На конструкторском бюро Я был воочию Как это Вживую Видел Когда инженер Тот человек Ответственный человек Изменил параметры И станок Соответственно Выполнил Изменения На производстве Той или иной детали Потому что деталь В миллиметр В миллиметр Не попадала Это потом Я с этим коллегой Поговорил Он говорит Да мы изменили И сейчас деталь Будет изготовлена Именно в тех параметрах Которые необходимы Это очень радует Поэтому эти технологии Нам нужны Не говоря уже Об этой технологии О токенах И Потому что сейчас Все что связано С цифровой С цифровым направлением Но просто Обойти ее нельзя Все это готово Все это Блокчейн системы И проекты И все это есть Но Это информационный Момент Которым владеет И который Будет Оповещать Антоли Радач И он последний В нашем разговоре Скал что Всему свое время Он выдадут информацию По полной И правильно делает И он объяснил Почему информация Сейчас Затаивается И не говорится Потому что Очень решающий момент Который Полностью Он очень ответственно К этому подход Подошел И сказал Что у меня Очень большая Ответственность Перед всеми партнерами Поэтому Сейчас Нельзя Никаким образом Никакую информацию Лишнее выдавать В интернет А выдавать Только порционно И ту информацию Которую уже Изменить И уничтожить нельзя Вот так Я бы сказал Елена Всем здравия Марина Все вижу Спасибо за комментарии В чате Вижу живые В чате Нас в интернете Более 40 Но тем не менее Смотрите друзья Мы идем По бизнес плану К развитию компании Те кто не смотрел Не видел Посмотрите Этот бизнес план Многое там Не прописано То что уже сделано Да То что уже есть И реально существует Допустим Даже вот В модельном ряде Кстати Последний Вот вы видите Сейчас картинки Последний буклет Вышел Великолепный буклет Почему Потому что С левой стороны Мы видим графику Тех машин Которые мы произвели А с правой стороны Уже Наглядные изображения Живые фотографии Уже сделаны Реальные модели Которая прошла Аттестацию Апробацию И полностью Уже реалистичная То есть Прекраснейший Вот этот журнал Буклет Который просто Сразу с ног на голову Или с головы на ногу Ставит человек И говорит Что вот машина Здесь 3D А вот она вживую Очень хороший журнал Вот Этот слайд Наверняка Вы видели много раз Почему Skyway Так долго строят Потому что Апланировать Уже по этому вопросу Ну Очень много Задают люди Вопросы Но почему-то Не слышат Что недолго Мы строим Мы строим Я бы сказал так Достойно быстро Вот так Хотелось бы По разным причинам Побыстрее Но правильно Сделано Что не вышли Допустим Говорилось В определенный момент Что вот Сейчас нужно выйти Вот сейчас Нужно это сделать Вот сейчас Нужно вот это сделать И правильно Сделали Что мы именно Тогда Не сделали Мы с Анатолием Говорили Он объяснил Почему И в его объяснении Есть логика И правота Правота Логика И осознанность Того Почему мы Это не сделали И я вижу Что все-таки Он правильно Делает Что Те или иные моменты переносит. Потому что мы их дорабатываем и правильно выходим на те позиции, на которые должны выйти. И правильно, и именно с тем инструментом, я бы вот так сказал, с тем инструментом, который необходим для того, чтобы нас не опустили на колено. Вот так, я бы сказал. Потому что когда вы выходите на рынок, те, кто знает, те, кто владеет информацией и те, кто торгует на рынках и входит вхож на всевозможные эти круги, они понимают, что выйти на рынок можно, но это только один раз. И вышел, опустился и все, и больше не поднялся. Поэтому с колен подняться очень трудно. А когда имеешь инструменты и всевозможные ключи, то выходишь на рынок и выходишь правильно, работая этими ключами. Вот к чему я. У него понимание есть, и в этом направлении работают очень хорошие специалисты. Здесь вот на этом слайде вы видите, каждый год проект Skyway показывает стремительное развитие. Я бы здесь еще добавил, я, наверное, скорее всего добавлю, еще два года. И два года эти можно соединить и там поставить те моменты, которые не видны, не видны в нашем развитии. Но здесь вот как раз мы видим 15-е, 16-е, 17-е, 18-е, 19-е, 20-е и 21-е года. Это действительно стремительное развитие для нашего вида транспорта. Еще раз повторюсь, для того вида транспорта, о котором я сказал первоначально в своем вебинаре, изначально, что структуры правительств наших больших городов, они вообще де юре, как такового транспорта, его не существует как бы вообще в априори. Поэтому мы с вами сейчас запускаем тот транспорт, которого в принципе де юре нет. Его еще нужно ну, в общем, узаконить, чтобы так что ли я бы сказал. Хотя в принципе он есть, сертификация есть, но это нужно вот понимать о чем я, да? То есть вот о чем я. О том, что мы с вами как раз первопроходцы такие прекраснейшие. И правильно все делаем и четко самое главное делаем. Немного, некоторые моменты какие-то чуть-чуть запаздывают, притормаживают, но это только та ситуация, нас чуть-чуть подтормаживает та ситуация, которая... И это хорошо, кстати, это хорошо, потому что есть моменты, которые должны быть доработаны правильно. Вот. Эко-технопарк. Вы видите сейчас эко-технопарк именно в Марьино-Горке. Те трассы, которые уже построены, это эко-технопарк, где мы демонстрируем, показываем, сертифицируем и на сегодняшний день уже прокатываем. Он, кстати, прокатываем тех людей, которые желают проехаться на нашем виде транспорта. Кстати, многие желают перед тем, как построить или начать хотя бы движения, желают именно посетить эко-технопарк. Это правильно. Когда вы покупаете мобильный телефон, вы всегда его берете в руки и желаете пощелкать, правильно? Компьютер покупаете или машину. В машину вы желаете сесть, закрыть двери, пощелкать, включить поворотники, и это правильно. Эко-технопарк, кстати, изменился очень серьезно и очень сильно. В последнем посещении он расширился, и там видоизменилось. Не могу сказать, какие вещи. Наверное, скорее всего, в ближайшее время наши видео операторы и те, кто доносит информацию, донесут ее правильно. Поэтому подождем официальной информации. Виктор пишет, всем привет из Питера. Всем привет из Нового Николаева. Виктор, привет мне Нового Николаевского. Это в Ютьюбе. Идем дальше. Фотографии, где как раз показаны инженеры, дорабатывают этот, я его называю, червячок. Наш червячок трехсекционный. Да, нашу технику. Как раз показан момент, когда инженеры работают. Инженеры действительно работают. Это та невидимая часть, которую мы действительно не наблюдаем. Реальные достижения, вот Центр испытаний Беларуси, это тот реальный, те реальные достижения, которые у нас сейчас есть, о которых мы реально можем говорить официально. Мы о них говорим. О других достижениях пока реально мы не можем сказать, потому что они закрытые, да, те моменты, которые нельзя говорить по разным причинам. И по security тоже. Беларусь, Центр испытаний в Арабских Эмиратах, собственное производство и наше конструкторское бюро. Оно сейчас видоизменилось, мы знаем, с четырехэтажного на девятый этажный. Это наше, это не в аренду, это наше помещение, которое было выкуплено. То есть это владельцы, все мы с вами, то есть партнеры. Мы партнеры, владельцы этого здания. То есть это наше реальное достижение, о которых мы сейчас говорим. Да, они таковые, но ничего страшного, будут еще, мы сейчас вам еще покажем в ближайшее время, если для тех, кому не хватает. Вот. Прекрасные фотографии, и мне они очень нравятся, это уже исторические фотографии. Первое строительство, да, инновационного центра в городе Шарджи, Марина, Шарджи, Арабские Эмираты. И, конечно же, центр испытаний в Эмиратах, вот он стартовал в октябре 19-го года, открылся вот первый тестовый участок, да, мы помним об этом. А сегодня это вот 3D-изображение, я бы так сказал, компьютерное изображение того, как это будет на самом деле. Но на самом деле, вот мы видим сейчас эко-дом, который зеленого, да, он реально уже построен, это первый вообще в Арабских Эмиратах, наверняка, те, кто уже старички слышали, первый вообще завезенный в Арабские Эмираты в эту жару 60-ти градусную, деревянный дом, вот так я бы сказал, деревянный дом, спасибо шейху, спасибо высокопоставленным лицам, которые помогли это сделать, и правильно, потому что он прекрасен, и все те, кто приезжали, все те, кто посещали, они были поражены климатическим, внутренним климатическим таком состоянием, он внутри совершенно другой. То есть та жара, которая снаружи, внутри этого деревянного дома, совершенно другая. Ну и, конечно же, он облагорожен сейчас очень красиво внутри, он уже доделан, он уже доделан, и первая нулевая отправная точка, вот вы видите глобус, такой там тоже есть, он очень красивый, он очень красивый, для тех, кто в Арабских Эмиратах будет, обязательно посетите. Вот это маленькая схема, 3D изображение, как будет выглядеть наш парк в Шарже. Мы видим там станции, мы видим трассы, мы видим закругляющие, всевозможные поворотные, для Юниконта, а это сегодня наша трасса, действующая трасса, провисающая система, мне она, мне нравится очень эта фотография, здесь показана очень красивая красивая промежуточная опора, необычно инженерно сделана, я хочу на этом акцентировать внимание, посмотрите, как органично и красиво сделали инженеры эту промежуточную опору, не просто Г-образную, не просто какую-то там корявую, а такую вот красивую, страусообразную, и она вообще со всех сторон очень красиво смотрится, а когда она подсвечена, она очень красивая, но тем не менее технически она выдерживает те нагрузки, и именно технически она сделана и сконструирована так, что она полностью, а то даже еще и где-то полтора раза больше выдерживает свои нагрузки, представляете, насколько органично и классно подходят к своему делу те инженеры, которые у нас сейчас остались, а их осталось из тысячи человек 650, потому что по разным причинам в связи с сегодняшней ситуацией, не буду называть это слово, все его прекрасно знают, в связи с сегодняшней ситуацией в мире по разным причинам, по семейным, не по семейным, по всяким причинам произошла такая небольшая утечка, но остался основной такой костяк, серьезнейший, представляете, такие красивые, это вот было как раз нашими инженерами сделано, конечно, дорабатывал чуть-чуть, некоторые моменты, Анатолий Дуадович перепроверял все моменты, инженерный Анатолий Дуадович, и она еще была, дорабатывалась в плане натяжения, ну, в общем, некоторые моменты были доработаны самим главным конструктором, я бы вот так сказал, да, вот Лилия, соломка, да, вот и сказанули, Марина, хорошо, идем дальше, это уже идет переписка в чате, хорошо, мы идем дальше, двигаемся дальше, это фотографии с Арабских Эмиратах, мы их все знаем, уже анкерные опоры, Unicont, Unicont для перевозки контейнеров, Unicont, мы знаем, прошел апробацию и тестовые испытания в Мариной Горке, и теперь приехал в Арабский Эмират, в Арабских Эмиратах он показывает себя очень красиво и великолепно, не обращаем внимания на то, что контейнер зауженный, на тонну он здесь, он именно на тонну, он сделан именно для того, чтобы протестировать машину и для того, чтобы прекрасно въезжать в эту анкерную опору, она же станция, а вообще в априори, машина как таковая, она сделана именно для перевозки контейнеров, и я так думаю, что у Анатолида Дадыча тоже задумка, и она очень хорошая, возможно и такое, что мы займем и эту нишу тоже, тоже по поводу перевозки малых контейнеров, и они будут тоже, я так думаю, по моим всем таким глубоким размышлениям, она будет очень востребована, даже возможно и лучше, чем 20-40 футовая, во-первых, в априори она будет дешевле, а во-вторых, не надо будет строить такую трассу, и так далее, будем посмотреть, будем дальше посмотреть, самое главное, что машина готова, она прошла тесты в Арабских Эмиратах, в Марины Горке, и готовится к показу, вот на экспо тоже будет она курсировать, и показывать свои красивые, как это, красоту своего движения, я бы вот так сказал, еще промежуточные всевозможные анкерные опоры, мы знаем из информационных составляющих, они достраиваются, это станция, вернее КПП, пункт пропуска, который уже тоже построен, это те составляющие, которые уже должны быть сделаны на территории, они уже тоже проделаны, и энное количество уже готовое, Олег Зарецкий, это старая информация, если мы помним, радио 95, или пульс 95, Олег Зарецкий делал интервью, я хотел обратить внимание просто на этого человека, Олег Зарецкий, прекраснейший человек, который ведет именно тонн управления в Арабских Эмиратах, и представляет технологию именно там, в Арабских Эмиратах, в Шарже, показывая, рассказывая, и преподнося правильно информационную информацию о нашей технологии, и, конечно же, Хусейн Мохаммед Аль-Махмуди, он Гео Шарже Research Technology Park, инновационного парка в Шарже, прекраснейший человек, мне довелось с ним познакомиться на первой конференции космической в Мариной Горке, он приехал туда в Spaceway, и мне довелось там с ним познакомиться, прекраснейший человек, очень грамотный человек, и очень четко мыслящий, и я очень рад, что он в нашей команде, и что технология в сердце у него, наша технология тоже такое серьезное место заняла, я бы вот так сказал бы. Вот, очень хорошая информация, и она очень хорошо повлияла на московских и питерских коллег, это вот посещение российской делегации именно Шаржи, да, если вы помните, эта информация была, когда мэры разных городов, посетили именно в парк, именно Шаржи Research Technology Park, инновационный парк, и именно вот там общались с Мухаммедом Аль-Махмуди, и о нашей технологии справлялись, спрашивались, и вообще разговор был о новейших технологиях, потому что в парке будет собрана не только наша технология, там будет саккумулированы еще некоторые моменты по технологиям, но тем не менее уделялось внимание именно Юницкий Сринг Технологи. Вот, реальные достижения, я уже об этом говорил, о нашем предприятии я уже говорил, о том, что это специальные, да, проекты Skyway по фазам у нас тоже все расписано, первая фаза, вторая фаза, третья, грузовые, пассажирские, высокоскоростные, это наш такой приоритет, грузовые, Юникон, машина готова, и машина у нас, я очень рад, что Анатолий Радыч на одном из своих, в одном из своих интервью говорил о том, что машина, такая модульная машина, у которой контейнер может заменяться на модуль перевозки пассажиров, это тоже очень радует, потому что мы на порядок, на порядок уже ушли от концепта, если помните, я на предыдущем вебинаре рассказывал, Urbanetic Mercedes, они тоже на первом уровне, тоже сделали такую же машину, пока на бумаге, только и в чертежах, такую машину предоставили в графике, что сама машина в априоре остается неизменной, меняется только контейнер, на первом уровне, друзья, на первом, мы же уже, мы перешли, мы на втором уровне, и машина у нас уже не только изготовлена, но и прошла тест, это очень важно, то есть мы где-то порядка на 2-3 года, а то и 4 года мы впереди, впереди, это я даже думаю, что больше, потому что, во-первых, мы по машине дальше, впереди, но мы в априоре на втором уровне, то есть мы не только по технологии, по изготовлению впереди, мы вообще впереди, потому что даже если Urbanetic будет произведен, оно все равно остается на первом уровне, а первые уровни, уровень это те же самые пробки, и то же самое составляющие, вот как сегодня, например, я передвигался вот сюда на вебинар, в комнату, вместо обычных 30 минут мы ехали почти полтора часа, это было связано с тем, что пробки, пробки это уже, как знаете, как отче наш, вот, я конечно очень рад, что Unicorn готов, потому что когда-то мы вот с Кристианом Ван Де Вувер и Кат Яковс, Кристиан Ван Де Вувер у нас сейчас возглавляет африканское направление в Нигерии, Кат Яковс, она менеджер по коммуникации, мы очень долго и плодотворно проработали именно контейнерные направления в Антверпинском порту, это Бельгия, Антверпин, Бельгия, и те коллеги, вот вы сейчас как раз на экране видите порт Антверпина, и коллеги были тогда очень заинтересованы, но тогда не готова была ни машина, и вообще в априоре, это было только на бумаге, как у Арбанетти, у Арбанетти, у Мерседеса, на сегодняшний день, вот сейчас вы видите именно порт, и именно те красные позиции, это там, где разгружаются контейнеры, и вот вы видите, это река Шильда, она 900 метров, и у них как раз проблемное место, что они эти контейнеры, вот с места на место, через эту реку, у них проблема перемещения, как переместить и так далее, и первый вопрос был, который был задан, можем ли мы перешагнуть через Шильду, и переместить, да, можем, и соответственно, как бы это их очень порадовало, но красным точками, это как раз место разгрузки контейнеров, видите сколько много, но это был 19-й год, тогда мы посетили с Владимиром Марковичем, порт, порт полностью объехали с коллегами, все посмотрели, все рассказали, нам везде проблемные места, где, ну, в общем, практически все, но очень долго, порядка двух дней там общались, с коллегами очень многое всего проговорили, многое узнали, и много информационно мы обменялись, и получили такой заряд к действию, и пришли к мнению, что в очередной раз мы встречаемся, когда машина будет уже готова, и машина пройдет тестирование, то есть сейчас наступает тот момент, когда нужно уже будет действовать, соответственно, конечно, вот Анатолий Сафонов спрашивает, Владислав, не в априори, а в слух речь, да, в априори, хорошо, хорошо, спасибо, Анатолий, спасибо, я извиняюсь, потому что я тороплюсь, у меня мысль бежит вперед, мне хочется рассказать очень много, спасибо, Анатолий Сафонов, я бы учту этот момент, и буду очень тщательно к этому подходить, вот, тогда коллегам в антверпенском порту, я задавал вопрос по поводу, были ли компании, которые предлагают им, предложили им перемещение, каким-то образом, контейнеров, и тогда, да, была такая компания, Денейс, вот вы видите сейчас на экране, она предложила им концепт передвижения под землей, передвижение контейнера под землей, и посредством вот такой вот тележки, передвигалась она посредством каната, канат натягивался, но стоимость такой системы под землей, одного километра было 40 миллионов, тогда озвучено было им, конечно они от нее отказались, во-первых она была под землей, во-вторых она была дорогостоящая, но тем не менее предложено было, и все, и больше решений они не нашли, больше решений они не нашли, и на сегодняшний день они практически в тупике, в тупике, ну работают так как могут, не в тупике конечно, но тем не менее, вот контейнеры, если приходит контейнер, один, один пришел, и контейнеровоз, один пришел и разгружается, То второй, пришедший в это же время, он ждет тот контейнеровоз, который разгрузится И простой иногда бывает до трех дней Поэтому порт, конечно, нанесет очень колоссальные убытки Не говоря уже о персонале Потому что персонал перемещается с одного берега на другой, теряя время и так далее И перемещение вообще в порт по кольцу В общем, у них очень много всяких вопросов, которые они просто не могут решить В связи с сегодняшней ситуацией в мире на дорогах Поэтому, если говорить о нашем виде транспорта То, конечно же, наш вид транспорта – это глобальный прорыв И вообще это другой новый уровень развития Не только в сфере бизнеса, но и в сфере коммуникации Не говоря уже о том, что анализ рынка показывает, что социальный дискомфорт, он возрастает Возрастает и городское население, конечно, на 68% идет в этом дискомфорте И это очень печально Поэтому юнитский стринг технологии – это как никогда вовремя Как никогда вовремя И эта технология, ну, она действительно Такая транспортная Я бы сказал так, что решает не только экологические, но и все социально-экономические вопросы Не говоря уже о времени, комфорте, экологичности и безопасности Это действительно налицо Вот, о практической реализации я уже говорил Уже о дальнейшем развитии технологии у нас тоже прописано Но дальнейшее развитие технологии здесь в общем в априори Мировой центр, линейные города, транснет Но дальнейшее развитие технологии будет полностью еще, я бы сказал так Новый шаг развития технологии будет открыт после завершения 15-го этапа Мы знаем, что мы на сегодняшний день на 14-м этапе Это прописано в плане развития компании И после, на последнем этапе, я бы вот так сказал, да Сегодня у нас 14-й И после завершения 15-го этапа мы можем сказать, что все То есть технология состоялась Хотя, в принципе, риски на 14-м этапе, они минимальны Они минимальны, но тем не менее, они имеют место быть Вот так вот, я бы сказал Перспектива у нас есть Развитие, реальные достижения, я уже говорил И потенциал проекта, конечно, он велик Он на сегодняшний день велик Большое спасибо еще раз Анатолию Адовичу В последней поездке я убедился, что он в хорошей физической форме Я еще раз скажу об этом И очень много идей Очень много идей, которые ему и нам с вами еще нужно будет реализовать И идеи достойные Идеи достойные И связаны эти идеи с сегодняшней ситуацией вообще в мире Это очень радует, что Анатолий Адович так глубоко и тщательно продумывает Все моменты, связанные вообще с технологией То, что связано с технологией, оно двигается у него довольно-таки успешно Потому что все эти 40 лет, которые были посвящены и посвящаются технологии Они говорят о себе То, что человек просто пропитан полностью И он думает и живет И живет технологией Отдыхая в Марьиной горке Субботы и воскресенья он проводит в Марьиной горке И он, конечно же, там набирается сил Набирается сил И это дает ему возможность реализоваться Реализовать Потому что вся неделя рабочая уходит на вот Не только на проработку технических моментов Но и перелеты, конечно, он сейчас вот ближайший в данный момент Находится в Арабских Эмиратах Именно по экспо, по всем организационным моментам Да и по техническим тоже Потому что там очень много моментов с теми строительными компаниями Он рассказал очень много всяких всевозможных нюансов С теми строительными компаниями Потому что по закону Арабских Эмиратов Строить могут только те компании Которые находятся в Арабских Эмиратах И, соответственно, конечно Со стороны мы не можем на них повлиять Можем только Ну, в общем, там есть свои нюансы Есть свои моменты Которые не так быстро делаются, как хотелось бы И не так, ну, в общем Видимо, та ситуация И «Восток – дело тонкое» Петруха, как говорили в фильме И «Восток – дело тонкое» Как прописал Анатолий Радыщ в своей книге Те, кто не читал, почитайте В книге «Инженер» Он там описывает, почему и что он именно подразумевает Под этим словом «Восток – дело тонкое» Вот так я бы сказал Все, коллеги, на сегодня все Спасибо большое Анатолию Сафонову за замечания Большое спасибо всем тем, кто присутствует Нас в интернете 45 В чате у нас тоже здесь прилично И еще многие-многие посмотрят потом в записи Всем хорошей недели Завтра 1 сентября Кто идет со своими внуками, детьми в школу И кто идет на эти просторы Всем хорошего дня завтра И хорошего настроения В начале такого трудового периода Для всех наших прекрасных чат и внуков и так далее Всем хорошего вечера Всем пока и счастливо Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok